для блюда нам понадобится в первую очередь большой кусок свинины мясо у меня тополин вы можете использовать также окорок либо шейную часть будет тоже отлично здесь ровно килограмм мяса чуть меньше салка это я оставила она нам нужно для сочности и нежности мяско я уже промыла и обсушила бумажным полотенцем также для буженина я буду использовать в равных количествах мед и кетчуп здесь у меня две столовые ложки меда и соответственно столько же кетчупом из приправ я взяла одну чайную ложку без горки молотой сладкой паприки смесь перцев тоже 1 чайная без горки столько же горчицы и прованских трав соли я взяла полторы чайные ложки приправы берите абсолютно любые какие вам нравятся также я взяла 4 средних дольки чесночка я приготовила сразу большую такую вот миску в которой будет мариноваться наше мяско и такой вот чуть поменьше здесь мы будем смешивать приправы с чесночком сюда я соответственно всыпаю приправки вместе с солью а затем нарезаю небольшими пластинками прям в тарелку чесночок вот так и вот небольшими тоненькими пластинками а теперь ручками перемешаем приправки с чесночком нужно для того чтобы чесночок напитался солью травами приправами и затем передал свой аромат нашему мясу теперь займемся мясом сейчас аккуратно с помощью ножика с каждой стороны нашего большого куска мяса я сделаю небольшие разрезы такие чтобы можно было вставить только чесночка чесночок мы специально перемешивали солью с травами с приправами для того чтобы мясо не только снаружи напиталась ими но и изнутри вот таким вот образом со всех сторон мы делаем проколы и вставляем по ломтику чесночка теперь оставшуюся смесью наших приправ я замариную мясо каждой стороны по чуть-чуть насыпаю приправ так вот немножечко насыпали и теперь ручкой распределили по куску мяса ну что ж о вкусе и аромате мяса мы позаботились промазали его хорошенечко с каждой стороны приправками теперь позаботимся о его красивом внешнем виде то есть о румяной корочки которая будет покрывать наш кусочек буженины чайной ложечкой я перемешаю мед с кетчупом и теперь этой смесью я обмажу мясо с каждой стороны примерно по одной с половинкой ложки на большие самые стороны и по пол чайной ложечки на боковом можно сказать что мясо уже наполовину готово сейчас я накрываю мясо крышкой и оставлю его в холодильнике мариноваться примерно на 1 час где-то за минут 10 до окончания времени включу духовку нагреваться до 180 градусов мяско наше полностью замариновалось я включила уже духовку нам не нагревается напоминаю до 180 градусов я подготовила два куска фольги по 30 сантиметров буквально чуть-чуть одну капельку растительного масла я капаю на фольгу вот так совсем немножечко ну а теперь самой жирной частью это у меня вот вот эта вот салка ее и ложу вверх то есть мясом вниз салком вверх вот так теперь помою руку и приступлю к заворачиванию мяса мясо я упаковала и теперь улаживаю его на сухой противень у меня он стеклянный вот так как раз такой вот небольшой противень вместился наш кусочек мяса ставлю мясо в духовку нагретую до 180 градусов на минут 50 затем я разверну фольгу и оставлю мясо в духовке до румяной корочки еще на минут 10-15 и 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 Субтитры создавал DimaTorzok